День Кубанского казачества и 319-ю годовщину образования Кубанского казачьего войска во всем крае отмечали 17 октября. Туапсинский район не стал исключением. На центральной улице города и площади Октябрьской революции прошел парад Кубанского казачьего войска. В торжестве приняли участие более 500 казаков из Туапсинова, Российска, Геленджика и Сочи. Как проходило торжество, смотрите далее. Казаки всего Черноморского округа плечом к плечу идут нога в ногу. Посмотреть на это зрелище собрались жители и гости района, среди них атаманы, главы поселений и депутаты ЗСК. Для казаков видеть столько восхищенных лиц почетно и приятно. На митинге от имени губернатора и атамана Кубанского казачьего войска их приветствует и благодарит за службу заместитель директора департамента по делам казачества и работе с военнослужащими администрации Краснодарского войска. Позвольте пожелать вам крепкого здоровья, семейного благополучия, казачьей крепости духа, ну и физических сил на благо служения Отечеству. Желают кубанскому казачеству дальнейшего процветания и представители администрации Новороссийска, Геленджика и Сочи. Глава Туапсинского района в свою очередь награждает членов районного казачьего общества почетными грамотами и вручает сертификат на право пользования двумя автомобилями. Сегодня вы не на словах, а на деле доказываете, что казачество реальная, действенная сила, опора государства. Вы стоите на страже общественного порядка, одни из первых помощников переликвидации ЧАЭС. Активно участвуете в деле патриотического воспитания молодежи. При вашей поддержке у нас успешно работают классы и группы и кружки казачьей направленности, где воспитывается достойная смена, крепкая духовно и физически, почитающая свои корни, свою историю. Спасибо вам за участие в жизни нашей родной Кубани. В Туапсинском районе более ста казаков. Около половины из них проживают в Новомихайловском городском поселении. Здесь у них много обязанностей. От патрулирования улиц до военно-патриотической работы со школьниками и студентами. Это нужно для тех детей, подростков, которые сегодня на это смотрят. Они будут, когда взрослыми, будут говорить, что с самого моего детства, я видел парады, я видел праздники, казаки занимались охраной правопорядки. Для них это будет естественная, нормальная среда, позитивная часть Кубани, часть великой истории. Поэтому в данном ситуации мы те, кто строит историю для наших детей. Для участников торжества в честь праздника у Шпиля развернулась ярмарка народов Туапсинского района. Десять поселений муниципалитета объединились и представили культуру русского, армянского и адыгского народов. Первыми встречает гостей, конечно же, русско-казацкое подворье. Казачий хор «Станичники» новомихайловского городского поселения устраивает настоящее народное гуляние. И сами веселятся, и гостей развлекают. Задорным армянским танцем гостей встречают девочки из Тенгинки. Урахпар в переводе с армянского означает «праздничный танец». Символично, что именно его исполняют юные хореографы. Впрочем, и самим гостям он пришелся по душе, особенно в сочетании с вином, сыром и виноградом. Спасибо большое. Ритмичными ударами барабанов приглашают адыги. Здесь все желающие знакомятся с культурой и традициями первого поселившегося здесь народа. Картина, посуда, игрушки и многое другое видят гости праздников в музее этого народа. Такие казаки молодцы, они приветливые, добрые, защиты нашей родины. Это чудесно, это чудесно, это очень ближает народу вообще. Красиво очень, детям познавательно. Здесь могут играть очень много людей, потом дети могут смотреть, как раньше жили казаки. Очень прекрасно, все хорошо, все отлично организовано. Большой праздник удался на славу. Повезло в этот день и с погодой, и с настроением. На следующий год, на 320-ю годовщину кубанского казачьего войска, организаторы пообещали сделать праздник еще краше, ярче и грандиознее. Ведь кубанское казачество и в прошлом, и в настоящем стояло и стоит на страже порядка. Сегодня это реальная сила, подкрепленная законодательной базой. Артем Зитунян, Денис Гилев и Дмитрий Гришин, телеканал Орленок ТВ.